всем привет в общем раз уж я назвал этот канал дэйли то я может быть решил записывать какие-то каждодневные видео которые в общем я не надо много делать монтаж я могу просто написать в общем расскажу что сегодня был за день но в начале значит сегодня просто сейчас пошел погулять там я поел в бывшем kfc сейчас это ростик абсолютно был не так скажем не особо в общем этот ростик сон какой-то 4 за 400 рублей количество еды было мало то есть хуже чем шаурма вот то есть вообще не впечатлен абсолютно что интересно сейчас вот я читал комменты там в телеграме где господи мне постоянно пишут по моему какие-то дамы советского типа да уже в годах они мне пишут какое значит они все время все время одно и то же у них знаете как пластинка заезженная какое у вас образование где вы работали и почему значит вы чё-то там на чё-то претендуете заметьте что это как знаете это как отдел кадров в каком-то я не знаю за забитом знаете этом самом советском институте но вообще в общем в принципе я вообще интересуюсь что я писал софт под значит там всякие работы как находить работы я все интересуюсь и вообще вот это отдел кадров люди которые в нем работают это как они нанимают людей это чертов кошмар я могу вам сказать что ни одной там организации вообще нет шанса мне кажется найти качественных людей потому что все люди с какими-то мозгами ненавидят на кого-то работать и работают на себя это факт я даже знаю что если бы я у меня была какая-то большая компания я бы знал что я бы не смог ни хрена нанять никакой никаких умных людей я даже не знаю как эти большие компании существуют даже с хорошими зарплатами почему потому что мне кажется умные какие-то вот люди свободолюбиво они любят когда им кто-то что-то говорит как где вот типа илона маска да всегда люди которые занимаются своим делом в общем постоянно эти дамы мне пишут какой вы кончали вуз а кто вы блин а где вы работали значит заметьте что они это спрашивают то есть они для них главное не то что из себя представляет человек какие у него способности какие у него мозги а где он учился то есть у них никогда нет претензий к тому что тупой или не смогу сделать какую-то работу да вот но у них есть претензия где какая нахер разница амиграты мгимо реально мне кто-то написал что я не кончал мгимо господи я буду переживать шамгима не кончал этот тупую кутузку для мажоров где люди даже по-английски какой нахер мгимо когда в нашем министерстве иностранных дел люди по-английски нахер не умеют говорить извиняюсь этот полный фейл это мгимо мгимо в советское время насколько я знаю был место для мажоров она до сих пор мест для мажоров и кому образование мгимо нафиг не нужно это просто знаете я я свой мгимо открою назову его как-нибудь я не знаю академия дипломатов высшая высшая школа подготовки дипломатов в шпд вот не копируйте меня в шпд еще побьет мгимо в своем этом сам прыткости в шпд закончат самые лучшие эти самые дипломаты страны вот запомнили ну в общем они мне пишут хорошо давайте обсудим какое какие перспективы у людей конечно закончил их вузы у нас так значит поговорим это все вся эта информация из личных разговоров с людьми я ее не придумал профессор мг у 50 тысяч рублей в месяц это человек который пол жизни учился который писал диссертации который писал 35 бумаг который выслушивал булшит от я не знаю всех которые ходил в 7 утра на пары и в конце всего этого его наградили зарплатой в 500 долларов в месяц ё-моё завидую нафиг эти этому человеку дальше идем преподаватель одной из ведущих медицины музыкальных школ москве двадцать тысяч рублей это при том что человек туда должен ходить там три четыре часа но это не полный день но где-то каждый день вот не искали такие зарплаты дальше значит выпускник авиационного вуза 15 тысяч рублей в регионах это знаете звучит немножко похоже на какую-то эту самую как вот поле чудес крутится барабан и там вот крутится знаете зарплата в 50 тысяч 20 тысяч 15 тысяч это все призы которые вы можете получить если вы будете пол жизни учиться эти люди спрашивают меня какой я вуз закончил да пошли вы нафиг со своими вузами слава богу что я это самое во первых у меня есть высшее образование которое полностью было выброшено единственное на что я бы мог его использовать я бы пошел стать адвокатом в америке что мог сделать вот но я просто мне как-то надоело там жить я еще могу еще посмотрим еще еще не день не закончен как говорится потому что я не знаю что будет вот но вот такие дела сегодня я пошел меня какое-то было ужасно депрессивное настроение за сломанной жизни еще знаете что меня поражает это озлобленность в нашем интернете по сравнению с англоинтернетом мне кто-то написал что значит во первых англоинтернет это не американский интернет англоязычный интернет это интернет просто не нашими людьми они могут быть откуда хочет не американцы вот и там гораздо приятнее а в нашем интернете идет постоянный буллинг и психологическое давление как гезлайтинг называется когда мне каждый божий день постоянно пишут что я там псих да это просто это буллинг чистый воды буллинг нахрена вы это делаете я не понимаю вам делать нечего что ли обижать человека вы так уже я не знаю затравили и вытравили всех кого можно зачем этим это делать я я не понимаю вот тут такие дела